Зима таит в себе не только много прекрасного, но и много опасного. Одна из таких вещей – гололед. В этих ледяных погодных условиях значительно повышается риск падения, а значит и получения травм. Как уберечь себя от подобных случаев? А если все же упали и повредили какую-то часть тела, то что делать? Смотрите наш следующий сюжет, и вы все узнаете. Поскользнуться нельзя устоять в ногах. В этом предложении каждый из нас запятую поставит по-своему. А действительно, почему зимой одни люди все время падают, а другим с легкостью удается ходить по скользким дорогам. Что это? Чувство баланса, осторожность? А может быть просто банальное везение? Давайте разбираться. Ну, я думаю, что мы не можем провести четкую корреляцию, кто падает. Безусловно, сейчас, когда люди начали больше падать, то это женщины постклимактерического возраста, это все-таки остеопорозы. Это большое количество переломов лучезапясного сустава, меньшее количество переломов шейки бедра, то есть все это осложнение остеопороза. Остеопороз или по-простому хрупкость и ломкость костей, конечно, не является причиной самих падений, однако очень серьезно влияет на их последствия. То есть у пожилых людей риск получить перелом резко возрастает. Однако при правильном подходе с этим можно бороться. Безусловно, людям доступна денсцентометрия, которая определяет минеральную плотность костей. И это позволяет как-то провести динамику, диагностику, проводить профилактику и объективизировать эти данные. Кроме этого, врачи советуют не забывать о простых мерах предосторожности во время травмоопасных погодных условий. Сейчас везде продаются накладки на обувь в виде противоскользящих шипов. Они очень сейчас доступны. Можно одевать и не стесняться, прежде всего. Не стесняться пользоваться специальными палочками, не стесняться пользоваться пандусами. Ну и в конце концов не стесняться просить ЖЭКи и всевозможные наши организации, чтобы чистили наши дорожки, пандусы и ступени. Расчисткой тротуаров занимаются управляющие компании. И кроме этого в их обязанности входит и обработка прилегающих к дому территорий специальными реагентами. Обработка территории осуществляется в случае перепада температур с плюс на минус. Мы стараемся смотреть прогнозы и заранее обрабатывать территорию соответствующими реагентами. В случае, если вдруг у жителей есть жалобы, они могут обращаться в единую диспетчерскую службу городского города Люберцы. Телефоны, которые располагаются на всех детских площадках, также в подъездах домов. Все это, конечно, хорошо и правильно. Но, как говорится, знал бы, где упасть, соломки подстелил. Так случилось и с Людмилой Зиряновой. Женщина ни разу в жизни не падала, но недавно стала жертвой гололеда. Ну, сама виновата. Надо было медленнее идти. Я побежала. Все было припорошено снегом, поэтому ничего не видно было. Итог – перелом лодыжки со смещением отломков и разрывом связки. Сложная операция уже позади. Сейчас женщине предстоит провести пару месяцев гипси, потом период реабилитации. Своим опытом Людмила делится с нашими телезрителями. Не надо бежать. Надо идти медленно. При этом гололеде бегать нельзя. Ни в коем случае. Даже если вы опаздываете, лучше идти медленно. Ну, а если вы все-таки упали и чувствуете, что повредили что-то, срочно в травмпункт. Оказанная вовремя медицинская помощь поможет избежать осложнений. Если возможности оперативно приехать в больницу нет, помните, холод и покой – лучшие методы лечения травм и повреждений. Врачи советуют приложить к месту ушиба лед и ограничить физическую нагрузку. Например, наложить тугую повязку или зафиксировать поврежденную часть тела с помощью картона или иных подручных средств. А вообще, лучшая профилактика падений – это активный и здоровый образ жизни. Безусловно, при активной жизненной позиции и вообще активном жизненном тонусе человек не упадет. То есть люди, которые занимаются физической нагрузкой, они меньше падают, соответственно, меньше ломаются. Ну и напоследок совет лично от меня, милым девушкам. Зимой старайтесь не носить обувь на высоком каблуке. Ведь плоская подошва значительно увеличивает ваши шансы устоять в гололед на ногах. Мария Лапочева и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.